Всем привет, дамы и господа! Мы в Daily City, DMV Daily City, но мне нафиг не надо, я здесь просто припарковался, потому что хочу зайти в кафешку, а там все забито, там парковок вообще нет, а возле DMV были свободные парковочные места. Короче, мы в Daily City, это такой город в Калифорнии, на самом деле всего лишь 10 миль примерно от Сан-Франциско, но здесь так тепло, я, видите, куртку даже снял. Ну, короче, Daily City является крупнейшим городом округа Сан-Матео, назван в честь бизнесмена и землевладельца, землевладельца Джона Дейли. Ну, я пойду просто похаваю, покажу вам из достопримечательностей Хаванину. Вот, видите, я сюда даже выехать не мог, смотрю, такая очередь гигантская, подумал, заеду-ка я лучше на парковку в DMV. Хаванина. Что-то тут все такие прожорливые в Daily City, прям реально, смотрите, в каждую кафешку очереди. Что вы такие голодные? Вильгельм. Заведение In&Out называется. Чрезвычайно вкусно. Шикарный бургер из мраморной говядины стоит всего лишь 4 доллара и 20 центов. In&Out. Я заметил здесь преимущественно латинское население. Может быть, мне так кажется, после моего китайского района, Сан-Франциско. Или просто так совпало, что в этом заведении в данный момент времени хавали только латиносы. Вот так выглядит случайная улица в Daily City. И просто показать... Зашел в магазин купить что-нибудь попить. Что-то я минеральной воды пока не вижу. Тоник. Швепс. Швепс неплохой тоник. Полтора доллара за батл. Может, молока взять? Маленький батл. Тут только гигантские. Возьму, пожалуй, швепс. Тысячу лет не пил швепс. Возьму, пожалуй, швепс. Но не классический, возьму, а без сахара. Сахар дико вреден. Меньше потребляйте сахара. Хотя, вот смотрите, есть еще джинджер напиток. Не, не буду, возьму. Лучше классику. Кайфовый швепс вообще ничем не отличается от швепса с сахаром. Точно такой же. Чрезвычайно вкусный. Вот и в Сан-Франциско начали уже выбрасывать новогодние или рождественские елки. Смотрите, кто-то выкинул набор клюжек для гольфа. Всяких разных. Это может быть ценная вещь. Но мне они не нужны. Смотрите, буккроссинг. Типа можешь взять какую-то книгу, почитать и оставить свою, например. В почтовый ящик прислали купоны для магазина Safeway. Можно купить кургриль за 3 доллара. Так она стоит 9 долларов. И бесплатный ящик воды. Мистика какая-то. Но воду я сейчас брать не буду. Тащить не хочу. А кургриль пойду куплю. Для того, чтобы курицу вкуснее хавать, надо сделать соус. Хочу сделать соус сметанно-кетчупный. Вот эта сметана. Стоит она 3,5 доллара. Космический выбор всяких кетчупов и соусов. Сейчас что-нибудь выберу. Ого, смотрите, есть Russian называется. Интересно. Но, пожалуй, возьму вот этот Russian. Стоит он 3 доллара. Куры-гриль. Я обожаю куры-гриль. Спасибо. Короче, скидка, оказывается, это 3 доллара скидка на курицу. Не за 3 доллара курица, а за 3 доллара скидка на курицу. Купон надо вырезать, отсканировать. И там в кассе самообслуживание есть специальная дырка для купонов. И потом туда этот купон надо скинуть. Тогда он работает. Короче, 3 бакса скидка на курицу. Я в Сан-Франциско уже почти в центре. Вот уже, смотрите, еще одна елка лежит. Это вывозить будут в понедельник мусор. И люди выкладывают елки на тротуар. Уютная улица такая, смотрите. Это центр. Центр Сан-Франциско. Что интересно здесь за углом такое? А тут у нас публичная библиотека. Библиотека. Вот такие улицы в центре. Сан-Франциско. Вот кто-то еще одну елку выставил. И сковородки. И кому нужна сковородка? Большая и маленькая. И елка. В общем, в середине января елки выкидывают в США. Это алоя. Смотрите, какое алоя. Дерево. Это дерево, реально огромное дерево. Гибрид. Меня редко чем можно удивить. Ого, смотрите, какое алоя. Как у Льва Толстого, там дуб описывался на 18 страницах. Я буду вам 18 минут показывать алоя. Сразу поставьте лайк за такое красивое алоя, которое я для вас нашел. Вот как оно цветет. А я приехал в магазин Андроника. Здесь свежайшие фермерские продукты. Это как вкус вилл в Москве. Даже в тысячу раз круче. Так вот, здесь очень вкусная готовая хаванина, которую готовят лучшие испанские повара. Не знаю, надеюсь, что в воскресенье готовая хаванина. Хаванина тоже продается. Сейчас пойдем и посмотрим. На парковке свободных мест вообще нет. Добавляем. КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ Воды отошли. Надо воды купить. Какую-нибудь маленькую упаковку возьму. За 3 доллара. Всякие свежайшие соки. Гранатовый сок. Вот гранатовый. 5 долларов стеклянная бутылка. А еще здесь очень вкусный хлеб. Оливковый хлеб. Самый вкусный в мире хлеб. Сейчас я вам его покажу, если он есть. Вот. Оливковый хлеб. Возьмем. Короче, ты накладываешь в коробочку всякую хаванину. На кассе тебе ее взвешивают и говорят цену. Вот. Я на 20 долларов купил хаванины. 800 грамм. Если в граммах. 800 грамм. То есть практически килограмм. Там мясо всякое. Брюссельская капуста. Ну, в общем, всякая вкуснятина. У нас дождь опять. Дождь опять идет. Я хотел на улице это все рассказать. Вот. Очень вкусные хаванины. Гигантская коробка за 20 долларов. А хлеб. Самый вкусный в мире хлеб. Оливковый хлеб. Он стоит 7,5 долларов, по-моему. Вот. Короче, все чрезвычайно вкусно. Магазин Андронико. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Комментируем видео. Будет много всего интересного. До новых встреч.